продолжаем изучать гид работу с удаленными репозиториями частности github и так открыл я папочку да с которой мы работали в предыдущем видео давайте откроем git bash вот так и окна размещу посмотрим историю коммитов hit hit log в онлайн видим да у нас есть два коммита и нет коммит и второй second коммит теперь я открываю гид хоб да этот репозиторий тут у нас в принципе все то же самое да если мы посмотрим историю коммитов тоже есть и нет коммит и second коммит да и видим они были четыре дня назад вот тут ну тут даты в этом сокращенном виде не отображаются ладно это не так важно итак давайте откроем наш файлик и внесем какие-нибудь изменения так онлайн давайте давайте напишем даже прям код какой-нибудь system . out println напишем hello world в принципе нам сейчас не важно сохраняем файл закрываем теперь естественно если мы посмотрим гид статус вот наши изменения давайте сделаем коммит гид коммит так теперь давайте посмотрим историю коммитов вот он наш сет коммит естественно если мы перейдем на гид хоб да то тут этого третьего коммита нету тут из только два коммита но когда мы первый раз подключали до удаленной репозиторий к нашему то тут был список команд да мы что-то копировали вставляли и потом выполняли эти команды но сейчас у нас связь установлена поэтому все происходит намного проще мы просто пишем команду гид пуш жмем enter так видим да у меня наверное интернет медленно работал с какой-то небольшой задержкой вот эта вся информация вывелась я честно говоря подумал что уже где-то допустил ошибку увидим да тут дон там все сто процентов не если мы сейчас сюда зайдем смотрим да вот два коммита теперь обновим у нас уже три коммита естественно тут видим да вот эти были коммиты четыре дня назад этот комит был одну минуту назад и вот наш комментарий сет комит от команд println если мы даже в него войдем да мы видим что тут у нас добавилось обозначена скажем так зеленым цветом да вот эти изменения так и почему-то онлайн 2 посчитал как она удаляется и добавляется в принципе это неважно так номер хэша да у нас тот же самый еще 4c так где тут вот он 4c и cf 4c и cf так естественно все изменения тут уже применились так если мы идем файл да тут у нас уже конечный вариант всего этого нашего файла в принципе для этого видео я вам только и хотел показать что когда вы уже установили связь то делать коммиты то есть пушить все изменения на удаленной репозитории не составляет никакого труда вот такая вот простая команда гид по гид пуш ну и опять же если вы все это забыли да как это подключать вам сам github на первоначальной странице все это тут высветить да что ими надо доводить какие команды для этого вам понадобятся такие прям минимально минимальные знания английского короче тут вы отработаете технику которой пользуются всех все программисты а именно control c control v ну а на этом все ставьте лайки подписывайтесь продолжим в следующем видео